а вот есть вероятность того что дойдем до дна потому что я понимаю как в советское время органы смогли установить тот дикий теракт который произошел 8 января 77 там было понятно что можно было установить потому что была единичная да то есть дошна цу цуновская история и версия этого теракта она в общем имела под основу и легко было определить но сегодня при таком количестве точек из которых могла бы исходить воля к этому теракту возможно ли это установить с точки зрения профессионализма да да это возможно то есть уже имеется голова и не разорвавшийся пояс шахида которые нашли на парке культуры не разорвавшийся и здесь если мы говорим сейчас о тактике расследования тактики террористов здесь есть вопросы которые задают нам загадки которые будут разгаданы это точно во-первых необходимо установить очень четко сказать построить непротиворечивую версию которая бы потом была подтверждена следствием о том почему такой разрыв между взрывами это почти 45 минут понимаете вот вы не обращали внимание что наша советская космонавтика ко всем планетам запускала ракеты подвиг на марс две ракеты на венерго не было уверенности в надежности техники если одна там откажет и вторая сказать вот эта двойная природа наших терактов последних лет и самолеты по 2 у нас взрывается и шахидки подвиг всегда так и она проистекает из этих же мотивов понимаете нет люди да что не сработает техника или по тем или иным причинам сказать человек не сработает они запускает подло всегда но при таком при таком подходе к осуществлению теракта разница между взрывами не должна быть большая в таком случае они должны как те две ракеты которые летят на венеру приземлиться приблизительно одновременно с разницы в 10-15 минут здесь было 45 минут очень важный момент то ли шахидка боялась взорваться и хотела жить подольше волновалась да не руками не поднималась то ли что-то произошло потом вторая версия была о том что подрыв происходил с помощью мобильного телефона так я вам сразу скажу если это так то то система мероприятий которая записана для сотрудников митрополитена на момент теракта не было выполнено потому что надо мгновенно отключать сотовую связь есть огромное количество уже сейчас блогеров которые написали свачат живых свидетелей которые после теракта через 30 минут звонили домой чем по милию телефона прямо изнутри метро если у нас подрыв идет графе есть да если у нас подрыв идет с помощью сигнала мобильного телефона ты хочешь обесточить но смысле оставить без связи всю эту самую систему нашу метро сделать несложно так включаешься мобильную связь и у тебя не происходит подрыва на этот случай существует искать возможность подрыва кнопкой террористки и тут действительно она может искать понимающие не взорвали она может я слушал это решение самостоятельно но у нас так показания женщины которая выходила из парка культуры и сзади произошел взрыв то есть уже второй взрыв в парке культуры был в момент эвакуации людей то есть уже метро было остановлено поезда стояли то есть уже произошла команда и так далее то есть вот в чем валерий абсолютно прав не вполне понятен этот разрыв и почему не предотвратили второй если бы остановили поезда на этой ветке начали выгрожать людей это начали делать но слишком поздно 40 минут 40 минут до вопрос заключается в следующем а кто собственно говоря за это отвечает кто должен был начать вот взорвалась на лубянке кто должен был начать остановить водку начать эвакуацию существует целым план мобилизационный на случай терактов метро обязательно сотрудники милиции изно каждое станция круглосуточность ответственность метрополитена это ответственность транспортно милиции это отве science b это крыс по весбе потерап舒ствует первый вопрос по тактике теракта есть два варианта есть как продолженный театр который самым Самым наглядным образом нам было продемонстрировано в Лондоне. Когда мы взрываем в метро Лондон, вообще логистика лондонского продвижения, очень хорошо организованная, устроить там всемирную пробку, не так-то просто. Мы взрываем в метро подрыв, ждем максимального пика паники. Второй подрыв, люди вылетают наверх, не мы, а террористы, естественно, организуют взрыв. Основного средства транспорта Лондона, двухэтажного автобуса. Вот тут Лондон стоит полностью и мгновенно парализуется вся связь, потому что добропорядочные лондонцы, не имея возможности попасть на работу в это время, тут же начинают звонить своим работодателям, сообщать, что у меня форс-мажор и так далее. Все. И вот столицу просто, так сказать, закоротело. Ущерб был комплексный, продуманный, экономический ущерб, который был нанесен еще, помимо всего прочего, к тому огромному количеству предприятий, которые не работали в этот день. Такой... Собственно говоря, 11 сентября это тоже комплексный террорист, потому что там было несколько целей. Совершенно точно. Все грамотно парадут. Белый дом, Пентагон, башни близнецы. Что мы сейчас имели? Надо построить такую непротиворечивую теорию, опровергнуть или подтвердить ее на практике с помощью следственных действий. Это они ждали массовой паники, чтобы взорвать через 45 минут еще один подрыв устроен. То ли действительно, передвигаясь между станциями метро в поезде, а то мы знаем, что между станциями метро связь с мобильной не всегда ловит, не везде ловят, а она прозевала, так сказать, сигнал, входящий на подрыв, который был дан, и она ждала, когда же она взорвется, и видит, что у нее ничего не вышло, она сама себя подрывала через 45 минут. То ли она волновалась и не хотела умирать до конца, и не была так достаточно подготовлена к этому делу. Вот это все. Мало что это изменит на самом деле. Мало что это изменит, но картину следствия обязательно должно восстановить. Мы, конечно, должны понять, это такая деревенская акция спонтанная, приехали, взорвались и так далее. Либо это продумывали теракт аналитики, которые, так сказать, где-то сидят в нормальном штабе и имеют перед собой готовые примеры теории террористической борьбы. На самом деле это диверсионная борьба, которая вырабатывалась еще там с конца 30-х годов крупнейшими генеральными штабами мира. Продолжение следует...